всем подписчикам канала большой деревенский привет с вами Дмитрий и канал в деревню сегодня можно сказать ролик ни о чем как некоторые выражаются хочу немножко про наших овечек рассказать и даже скорее больше показать чем рассказать вот у нас из новостей в последних помните я говорил пришлось нам докупить рулончик сена один за полторы тысячи рублей я переживал что он будет не очень потому что здесь как правило вот эти рулоны они все зимуют в чистом поле то есть как их скосили в июле укатали в ролике и они так в чистом поле и хранятся а так как это было дождливое холодное сырое я переживал что ролик будет весь гнилой насквозь весь в плесени потому что такое встречалось у нас ну как ни странно как ни странно очень такой добротный оказался ролик отхода почти никакого получилось примерно сантиметров 10 вот такой трубашки я снял то есть мы срубаем топором и потом как бы раскрываем этот рулончик как правило под этой рубашки такое вполне сносное уже кормовое сено которое живность может спокойно есть не боясь тимпании и вздутия то бишь вот и под этим слоем еще может быть сантиметров 20 было такого пыльного но которая как бы как коврик выколотил ну вот на этом снежке здесь вилами и перенес в сарай это скажем будет такой второй сорт на черный день в общем вышла у нас в итоге с этого рулончика вот такая кучка сена метра два наверно высотой и метра три диаметром это скажем так высший и первый сорт и вот еще тут немножко второго сорта осталась такая кучка наверное метр тридцать высотой такая небольшая это то которое было под самой верхней корочкой она немножко пыльного то я был на его отколотил вилами и сейчас она более-менее такое это как бы лежит про запас на случай мало ли что вдруг не хватит ну и в принципе его можно подмешивать к основному вот к этому первому сорту еще вот такие вот клочки я их развесил на таких наших столбиках чтобы они немножко подсохли чтобы из них испарилась вода но вот сегодня неудачно получилось потому что снежок сыпал с утра а остальное сено я просто оставил вот так вот здесь лежащим ну как ни странно овты что-то там находит сейчас пойдем их выпустим как раз на прогулку нет их нельзя выпускать я сейчас расскажу почему потому что у нас у винтиков стоит тазик с комбикормом и овцы сразу же туда ломанутся а это делаем не полезно их нужно дозировать останавливать потому что масса случаев я слышал вот такой тазик у нас тут почти все съедено но лучше убрать на крышу куда-то недоступно для овечек потому что бывают случаи когда овцы объедаются зерна особенно зерна потом их раздувает они просто умирают и точно также вот со всякими комбикормами прочими добавками у них нарушается пищеварение стул уже становится такой не орешками а как вот больше на человеческий похожи это общем явление ненормальное ну все все спрятали теперь можно выпустить ну давайте девушки побежали вот наша финка стоит няша ниже это ее дочка это ее можно сказать сестры двоюродные все довольны все живут жвачку никто идти на прогулку не хочет и он там вдали стоит эстонка овца эстонской породы ну чё гулять пойдем девки пойдем на выгул никто не хочет на улице снег нет пошли потихоньку пойдем вот у них такой моциончик здесь пока зима огородов нету бояться нечего что что-то они тут съедят ну то они ходят находят для себя какие-то кусты жуют и как ни странно вот это вот сено которые здесь как бы я отбраковал они что-то здесь съестное находят ну вот в принципе все что я хотел рассказать про овечек сегодня сейчас вас ждет небольшой ролик зарисовка про их жизнь а я с вами попрощаюсь напоследок еще скажу про домогенератор некоторые спрашивают что там с домогенератором скажу так работа подготовительной проведены даже собран инжекторный узел который я разберу потом покажу что и как у меня загвоздка пока сейчас просверлить отверстие в этой трубе 20 миллиметров меня такого сверла нету диаметра вот я заказал на алиэкспресс то есть она уже где тот на подходе уже близко чтобы рассверлить отверстие потому что вваривать туда трубу я не хочу и прожигать сваркой отверстие потому что я хочу чтобы конструкция была разборной чтобы у меня был простор и для каких-то экспериментов если что-то пойдет не так вот поэтому сейчас вся загвоздка вот это сверло уперлась как только она приходит я продолжаю ну и уже буду вводить в курс дела что и как скажу так что возможно придется докупать компрессор все-таки вот этот пришедший по моему слабоватый кто-то писал в комментах ну видать так и есть я посмотрю еще когда будет собран аппарат попробую если подтвердиться то вероятно придется насос докупать ну ладно всем пока приятного просмотра и Продолжение следует... 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 Продолжение следует...